Доброе, теплое и сказочное, так можно сказать, про выставку Анастасии Архиповой. Более 60 акварельных работ, иллюстрации к сказкам Ганса Христиана Андерсона, братьев Гримм, повести Чарльза Диккенса «Рождественская песнь» и к сказке Оскара Уальда «Великан-эгоист». Порадовала зрителей на открытии вернисажа и выступления хора «Радость» детской музыкальной школы Приморского краевого колледжа искусств. Я думаю, что эта выставка такой очень интересный будет подарок для всех наших, и не только юных гостей, но и вообще для всех посетителей. Анастасия – художник с мировым именем, продолжатель семейной династии иллюстраторов. Она окончила Суриковский институт, но начала работать еще в студенческие годы. Дюймовочка, новое платье короля, ель, принцесса на горошине, великан-эгоист, стойкий оловянный солдатик, ганс и гретель. Работы к этим сказкам настолько тонкие и в то же время полны деталей, что и хочется рассматривать, вникать, вспоминать сам сюжет, чтобы точно угадать, какой момент изображен на той или иной акварели. Здесь одинаково интересно взрослым и детям. Очень интересный экскурсовод, много чего рассказывают, и очень хорошо показаны эмоции, ну в принципе все. Иллюстрации Анастасии Архипова создает в технике классической акварели, то есть дает краске высохнуть и прорабатывает второй слой, и так далее, возвращаясь к деталям, создавая многослойную, многоцветную акварель. По словам Анастасии, эта техника дает возможность создать сложный, почти ювелирный образ. Мне они очень понравились, честно вам говорю. Они такие нежные, акварели, она вообще очень нежная и красивая, воздушная. И работа Архиповой пронизана именно светом, воздухом, легкостью, поэтому смотрю их с удовольствием. Выставка «Волшебная сказка» Анастасии Архиповой впервые была показана во Владивостоке в рамках фестиваля «Лето на русском» в 2017 году, и длилась тогда три дня. Конечно, за три дня на русском острове выставку смогли увидеть немногие, и вот теперь акварели представлены в залах Приморской картиной галереи и пробудут здесь целый месяц. Сейчас, в последние дни зимы, когда еще живы в душе мотивы Рождества, и в то же время уже так хочется тепла, самое время посетить эту экспозицию. Выставка продлится до 4 марта. Дмитрий Беломеснов, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом.